Всем привет! Смотрите, как получить доступ к ВКонтакте, Одноклассникам, поиску Яндекс, Яндекс.Почте, почте Mail.ru, Яндекс.Картам, Яндекс.Диску, Яндекс.Деньгам, ответам Mail.ru, а также мессенджерам WeChat, IMO, Line и прочим приложениям, заблокированным мобильными операторами Киевстар, МТС, Лайф Украины или Роскомнадзором России. Это видео поможет разблокировать сайты и сервисы на смартфонах или планшетах под управлением Android или IOS. В предыдущем видеоролике мы рассмотрели то, как обойти блокировку сайтов на компьютере. Ссылка на него есть в описании. Чтобы получить доступ к заблокированному контенту, которым вы пользуетесь через приложения, установленные из Play Market или App Store, можно использовать VPN-приложения. Их много. Рассмотрим несколько самых популярных. Я рассмотрю их на своём Android-устройстве, но данные приложения доступны также и для устройств на IOS. И работают они аналогичным образом. Для этого переходим в Play Market. Вводим в строке поиска VPN. Пропускаем рекламу, первые две строки. И протестируем два первых приложения из списка в маркете. Это TurboVPN и VPN Master. Они уже установлены на моём смартфоне, поэтому я перехожу непосредственно к ним. Откроем одно из заблокированных приложений и убедимся в том, что оно заблокировано. Например, Яндекс. Вводим, например, Hetman Software. И видим, что поиск не работает. Теперь запускаем TurboVPN. Нажимаем на кнопки с морковкой и ждём соединения. После этого возвращаемся к нашему Яндексу. Обновить. Как видим, поиск работает и сайты открываются. То же мы увидим, если откроем другие приложения. Теперь протестируем VPN Master. Предварительно отключив TurboVPN. Отключаем TurboVPN. Запускаем VPN Master. Для активации приложения нажимаем на «Вперёд» и ожидаем подключения к VPN. Подключено. Откроем одно из заблокированных приложений. Например, ВКонтакте. Как видим, всё работает. Ещё одно. Ответы Mail.ru. Доступ есть. Повторюсь, что данные приложения доступны также и для устройств на iOS. И работают они аналогичным образом. Используя VPN, вы можете получить доступ ко всем приложениям заблокированных ресурсов. Это ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Яндекс.Почта, Почта.Мейл.Ру, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, Яндекс.Деньги, Ответы.Мейл.Ру и многие другие. Но если вы такими приложениями не пользуетесь, а пользуетесь ресурсами, которые заблокированы через веб-интерфейс, попросту говоря, через браузер, то кроме описанного способа для вас будет также актуален ещё один. Я имею в виду использование браузера, который поддерживает прокси-сервера. Например, наверное, самый популярный Tor-браузер. Или браузер со встроенным VPN, как Opera Mini. Оба браузера также доступны для Android и iOS, и их можно загрузить с Play Market или App Store. Дополнительных настроек они не требуют. Достаточно просто ввести в строке поиска нужный запрос или адрес, и заблокированный ресурс загрузится. На этом всё. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, удачи!